здравствуйте друзья вот у нас вопрос добрый день михаил посоветуйте пожалуйста как быть я закончил магистратуру в сша то есть видимо получил степень мастера в 2015 году после окончания остался на тренинг по завершении образования есть возможность получить об общинал практикал тренинг о 5 то есть это дает ему право на работу потом там можно продлевать по совокупности до по 27 месяцев может быть и тогда прилично и прилично по времени значит приехал сюда по визе j1 джей иван не студент у меня очень хороший опыт работы навыки по программированию java объектно-ориентированное программирование design peters c-sharp dotnet от jax bootstrap javascript там ну еще кое-что не могу понять американских компаний и рекрутеров которые мне просто отказывают в работе из-за того что я интерн и по визе j1 он повисит то есть он не надо не на опите как быть я готов начать самых низов даже если имею очень большой опыт в разработке различных приложений то есть у него есть опыт но вот он готов начать снизу значит почему они практиканта не хотят ну давайте поговорим надо сказать что мне немножко не хватает информации в этом вопросе если бы автор вопроса отучился в магистратуре получил бы общего практика у тренинг мог бы тут два с половиной года работать в стране и так далее так далее то есть все это было бы понятнее но он говорит что он приехал по визе джей один джей ван то есть он уехал из страны может быть поработал дома нет он в пятнадцатом году закончил в общем короче он уехал объехал потом по другой визе визе джей ван визе джей ван дает возможность значит там есть два два варианта первый вариант если он свеженький после образования вот как в данном случае у нас получается да то есть он может приехать на 12 месяцев или если бы он уже поработал год после получения образования он может приехать на срок до 18 месяцев но тут есть тонкость если бы мы говорили про визу студенческую и он там перешел на optional практику тренинг у него нет никаких ограничений с точки зрения найма если он находится на визе джей ван то просто чтобы получить визу джей ван уже должен быть работодатель я это так понимаю и мы мы привозили людей по визе джей ван там тренинг теншип и так это это правило которое я знаю и понимаю может быть там еще что то есть я как чего я не знаю и не понимаю но в данном случае получается так если он приехал по визе джей ван практиковаться стажироваться это значит что был какой-то работодатель который сказал я его беру и этот работодатель через организацию которая является спонсором официально как бы она держит в эту визу джей ван он его привез он ему должен там платить какую-то оговоренную заранее зарплату там и так далее значит если человек выходит на рынок и говорит я готов начать с низов я готов это это я первый вопрос который меня возникает я думаю чего он это что случилось то с той позицией на которой его привезли первое второе в принципе виза джей ван переводится то есть тройни и интерн вот эта виза она переводится если есть согласие как бы со стороны может быть со стороны компании куда его привезли и компании которая хочет его взять то спонсор как бы виза остается у спонсора он просто перебрасывает место прохождения так сказать вот этого интерншипа или там стажировки там как хочет назвать можно он просто перебрасывает с одного места на другое значит когда он выходит на рынок тут есть некоторая тонкость географическая я бы что ли ее так назвал есть например изощренные места на карте вот типа кремниевой долины где и менеджмент и рекрутеры и эйчар они настолько привыкли уже ко всем видам виз разрешение на работу всяких легальностей связанных с этим и так далее что их ничем не смутишь есть места более ну как бы дикие что ли в этом смысле они такого не видели и они боятся того чего они не знают может быть с этим связано я не знаю то есть допустим если бы он искал работу вот прямо тут то его это виза там джей один она бы никого сильно не смутил а где-то он может быть в другом месте они начинают напрягаться и думать ну его нафиг там связываться с непонятными вещами тоже может иметь место следующий момент такой допустим мы знаем о чем речь мы мы понимаем эту визу мы понимаем что мы можем сделать ему трансфер этой визы на себя предполагается что то та контора которая его привезла допустим не возражает еще в конфликте интересов никакого нет уже можно да вот можно все это сделать но дальше возникает вопрос такой если он грамотный парень так то хотелось бы уже его взять и и взять то есть никто же выходит взять на оставшиеся там 10 месяцев понимаете это никому не хочется хочется его взять на но уже чтоб работал что мы с ним делать то будем через вот сколько там ему осталось до конца этой его визы причем осталось ему не так много если он именно там я предполагаю что на 12 месяцев что вроде как только что отучился у меня понимание такое значит ну в общем короче ситуация довольно путанная но вот но во всяком случае конечно хочется взять человека на подольше и если уже он понравился допустим чтобы его оставить то есть статистически 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 это снижает это снижает это снижает его возможность как бы давно в нахождении работ кроме того когда он начинает с рекрутерами разговаривать рекрутеры могут допустим опасаться что они не получат денег потому что допустим если позиция контрактная например то значит его поставили там куда-то а он через относительно короткое время ушел там куда-то и рекрутер остался как бы недополучил хотя мог бы получить больше кроме того рекрутеры могут просто быть проинструктированы что вот какие-то визы они в принципиальном плане не берут они могут быть проинструктированы клиентами или они могут быть проинструктированными менеджментом рекрутинговой компании которые говорят вот это 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 мы не берем то есть это вполне может такое быть поэтому если уже человек в таком статусе и он ищет трансфер то наверное ему нужно его искать напрямую а а пользуясь там я не знаю линкдином пользуюсь крекс листом чтобы быть выходить непосредственно на компании и так далее и я бы сказал третье ему нужно в таком месте искать работу где работы очень много поэтому он должен был бы с моей точки зрения сказать себе значит я ищу работу в кремниевой долине раз нью-йорк нью-джерси 2 чикаго 3 что там у нас еще так по интенсивнее будет сиэтл лос-анджелес 4 5 вот наверное еще места есть я там не знаю но вот хотя бы вот эти пять вот не исключено что ему обломятся где-нибудь и в хьюстоне и в майами и в портленде и в денвере и в филадельфии и я где даже не на много есть мест на карте где полно работы и тогда сейчас сейчас всюду полно работы так что такое такое у меня впечатление хотя еще раз я говорю что вопрос создает больше больше вопросов чем ответов потому что там непонятные обстоятельства счастливо о 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